Переполненные школы и недоступность медицинской диагностики. В рамках рабочей поездки по Большой Ялте председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов посетил учреждения образования и медицины, пообещав новые здания и оборудование. Качество работы многопрофильного республиканского медицинского центра и состояние образовательных учреждений в Большой Ялте оценил спикер Крымского парламента. Во время рабочей поездки Владимир Константинов посетил семейскую школу, где дети учатся в две смены. Учреждение переполнено. Здание также нуждается в замене пищеблока. Школа в семейской школе уже не обещаны деньги на запуск второго корпуса, спортзала. И понятно, что мы проследим, чтобы эта работа была завершена и уже получили в полном объеме новое здание. Потому что сегодня дети учатся в две школы. Школа переполнена и требует очень серьезного участия. Но этот вопрос, будем говорить, так практически решен. В то же время проблемы есть и у многопрофильного республиканского медицинского центра. Учреждение открылось в 2017 году. Здесь оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по направлениям кардиология, аритмология, ортопедия и сердечно-сосудистая хирургия. Появление центра помогло решить важную задачу – создать возможность для качественного оказания в регионе как плановой, так и неотложной медицинской помощи. Но диагностического обследования на компьютерном томографе люди вынуждены ждать по несколько месяцев. В планах есть строительство аналогичного центра, однако и это не закроет полностью потребности региона. Берем ее на контроль и постараемся оказать максимальную в наших полномочиях помощь для того, чтобы это было сделано. Потому что больница передана федеральную собственность. Сегодня это федеральный уровень управления. И, конечно, мы очень надеемся на то, что и новый министр здравоохранения Российской Федерации, осознавая того, что это уже федеральная собственность, сделает, так сказать, ялтинские эти два филиала образцом для всего нашего крымского здравоохранения, чтобы мы могли приезжать сюда действительно и учиться. Здесь было все сбалансировано. Последней точкой во время рабочей поездки стала набережная в Семиизе. Владимир Константинов отметил, что необходимо в ближайшие сроки установить необходимые укрепления и в целом привести территорию у моря в надлежащий вид. Реконструкция объектов ФЦП завершится к концу 2020 года.